Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем о грунтах, в которые мы высаживаем наши проросшие черенки винограда. Почему вообще важно говорить об этих грунтах? Дело в том, что в этом грунте наш черенок, который только пустил тоненькие корешки, проведет месяц, полтора, два, может быть и больше, в зависимости от погодных условий. И это тот момент, когда корешки еще совсем тоненькие, когда корешки нежные, когда сама эта растенница только начинает жить, только начинает развиваться. И поэтому, конечно, очень важно, в каких условиях наш молодой саженец будет это делать. Потому что если у нас хороший грунт, все условия подходящие, то и растение будет более крепкое и более здоровое. Итак, вот этот грунт я готовила сама. Здесь треть торфа, треть кокоса и треть песка. Чуть-чуть было перегнуло, буквально капельку. Смотрите консистенцию. Вот этот грунт, он очень хорошо рассыпчат именно за счет песка. Единственное, что мне сейчас его использовать проблематично, потому что у меня саженцев много, а песок дает вес. Вот это единственная причина, по которой я от него несколько отказываюсь. Потому что вот он, смотрите, комочек, даже если я сожму, он потом очень хорошо, легко рассыпается. К сожалению, я не могу через камеру передать всю прелесть его, но в таких грунтах виноградным корешкам будет очень хорошо и легко прорастать. Вот именно за счет песка, потому что он делает такую вот рассыпчатую структуру. Что у нас здесь? Вот это готовый грунт, грунт Теравита. Частично его использовала в прошлом году. Но чем характерны Теравита? Что в разных упаковках несколько разный получается грунт. В одной он был прям вот такой вот, почти как здесь, только черт. Такой торф очень волокнистый, безумно легкий. И вот если мы такой грунт насыпаем в стаканчики пластиковые, например, которые устойчивые, то стаканчик получается очень-очень легкий, ничего там уплотнять не надо, хорошо держит влагу, ну все классно. Но вот это, вот видите, она такая как бы жирноватая. Вот она сбивается в комки, и уже вот такая структура мне не нравится. Вот по сравнению вот с этой, вот она рассыпчатая, она прям такая легкая. А вот эта, она уже немножко другой структуры, вот более такая жирная. И вот такая земля, она не очень хороша. Еще чем не очень хороша, я как-то говорила, что такие грунты, они бывают чего делают. Сверху засыхают, и вам кажется, что ну вот все сухо, а снизу там очень мокро. И нам хочется полить, мы поливаем, соответственно, корни загнивают. Поэтому вот эту вот таравиту, да, можно покупать, но надо что-то с ней делать. То есть в одном, в чистом виде я бы не рекомендовала использовать. Классно было бы добавить сюда песок. Вот как здесь, просто песочка бы добавили, песок сразу делает почву такой, очень легкой. Но поскольку у меня стеллажи, песок дает вес, то я песок себе не могу позволить использовать. Значит, что я беру кокосовое волокно. Можно опилки, как мы делали в прошлом году. Но в данном случае я решила попробовать, как бы взять кокосовое волокно и мешаю один к одному. Кокосовое волокно делает грунт гигроскопичным, да, то есть хорошо удерживает влагу, делает его более легким и вот несколько разбавляет вот эту вот жирную структуру. Потому что такая структура на самом деле не очень хороша. И на вот этом примере я вам именно показываю, то есть важность структуры почвы. Состав, состав вот этих грунтов, он может быть разный. То есть есть и покупные грунты с хорошим составом песка. То есть купите, откройте, посмотрите. Бывают они вот такого вот плана. Тогда там можно ничего не добавлять. Если берете, например, где-то грунты, например, лесную почву, тоже посмотрите, там состав может быть разный. Если вот она такая сыпучая, хорошо. Так вот, если вот такие вот почвы, такие грунты, то добавляйте песок. Если песка нет, значит, опилок, либо кокоса надо добавлять много, чтобы все было очень воздушно. Особенно, если вам очень хочется посадить пораньше. Потому что виноград, саженцы в этой почве тогда будут находиться долго. У нас еще проблемы со световым днем, со всем остальным. И поэтому загнивание корней более вероятно. Соответственно, чем раньше вы планируете высаживать, тем надо больше внимания уделить подготовке грунтов. То есть грунт должен соответствовать нескольким критериям. Он должен быть воздушный. И он должен быть достаточно влагоемкий. То есть, с одной стороны, он и влагу удерживает, с другой стороны, воздушная среда дает нормальное развитие корням. Потому что именно загнивание корней – одна из самых частых причин гибели молодых саженцев винограда, которые мы доращиваем дома. Еще один момент, на котором я хотела бы остановиться. Вот в прошлом году, когда мы говорили о грунтах, о посадках, было такое мнение. И спрашивали, надо ли грунты прокаливать, особенно если мы берем почву откуда-то из природы. Нет, ни в коем случае это делать не нужно. Потому что именно за счет микроорганизмов, живущих в почве, молодым растениям будет развиваться легче. Потому что вся наша природа – это тесные взаимосвязи между различными группами организмов. Между растениями, между бактериями, между всякими микроскопическими грибочками и так далее. Поэтому ни в коем случае прокаливать не нужно. Но если мы берем почву сами, грунты где-то в свободном доступе, то ни в коем случае это не огородная земля, которая уже обсеменена всем подряд. Мало того, если вы бесконечно кормите эту землю минералкой, вы убиваете всю микрофлору в этой почве. Нам нужен грунт живой, земля живая. Поэтому мы говорим о лесной почве, где все это сообщество хорошо развито. Можно брать землю с поля, но не с поля, которое обрабатывается. Тут даже, наверное, не совсем правильно поле, а луг, где устойчивое сообщество растений растет на протяжении нескольких лет. На протяжении нескольких лет туда человечество не вмешивается. Оно ничего не удобряет, ничего не вспахивает. Вот такие почвы для основы, это будут наиболее подходящие почвы, потому что там вот это микросообщество будет наиболее развито. Кроме того, если вы вдруг решите, что почву уже надо прокалить, вокруг нас летает множество различных микроорганизмов. Тут и плесени, тут и бактерии, тут еще много-много-много всего. И как только вы вот в этом грунте вы прокаливаете, вы убираете того, кто там, с этого места пусто не бывает. И вот это вот все, что летает вокруг нас, оно может туда заселяться. И как раз-таки вот это будет не всегда хорошо, потому что когда есть почва живая, то микроорганизмы, которые там уже живут, они, скажем так, не пускают никого лишнего, ну, в большинстве своем. Поэтому равновесие это лучше не нарушать, и почвы должны быть живые. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свое мнение. Под видео, нажав кнопку «Еще будет» ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч!